Здарова, гайсы, с вами Бодяга, и сегодня трудный ребёнок от Добряка. Сразу скажу, будет стрим в 7 вечера, возможно, я не уверен, но скорее всего будет стрим сегодня. Вот, потому что мне стало легче, я пропиваю эти долбаные антибиотики, таблетки пью, чтобы выздороветь. И вот сегодня в честь выздоровления, я думаю, проведу стрим. Вот, поэтому... Трудный ребёнок, Добряк, блин, к чему я это сказал? Короче, я сразу лайк поставлю, потому что Добряка я знаю, я с ним общался, очень интересный человек. Очень интересно, я бы так сказал, с ним общаться. И важно то, что мы его давным-давно не смотрели. Давайте посмотрим. Здравствуйте, солнышки, перед началом... Здравствуйте, солнышки, перед началом... Моя музычка на заднем плане, которую я всегда вязаю. Но не всегда. Быстренько кое-что уточнить у своей мамы. Алло, мам, я ведь был хорошим ребёнком. Ай, у меня голова же болит, я ещё не выздоровел, почему так громко? И больше не звони, я тебе сказала. Ну, видишь, не очень хорошим. Думаю, это означает да. На самом деле, в детстве я был совсем не подарок. И я... Если что, я снимаю авторский контент на втором канале. Ребята, на 50 тысяч подписчиков я там выложу первое авторское видео. Оно будет крутым, сверхъестественным и сверхнеузнаваемым. Поэтому прошу, подпишитесь, оно будет крутое. Прошу вас, помогите добить 50 тысяч бродяг на втором канале. Я расскажу несколько историй, которые рассказала мне моя мама. Так как сам всего я, естественно, не помню. Когда мне было около трёх лет, то есть, ну совсем маленький, примерно вот такой. Мы с мамой жили в студенческом общежитии. И иногда меня из безысходности требовалось оставить ненадолго одного. Само собой, новоиспечённому Макалею Калкину становилось скучно. И я сразу начинал крутить всё, что крутит. Макалей Га... Макалей Калкин и Галкин... Макалей Калкин, да. Нажимать всё, что жмётся. Есть, что не приколочено. Кстати, вот таким я был щеканчиком. Чай. И в итоге, как-то раз я подумал, а почему бы мне не выйти погулять? И я начал крутить замки и случайно закрыл целый блок студенческого общежития на внутренний замок. Из-за чего открыть её ключом снаружи было не... Боже, я так хочу вам показать фотографию, где я маленький. Да чё её как бы показывать-то, типа? Челы похож? Вот нормальный пацан был, да? А чё сейчас? Сейчас гидра какая-то. Ой. Ой. Надеюсь, никто не гладил на мою жопу. Невозможно. Все, включая мою маму, пытались уговорить меня открыть дверь. Открывай, сука! Но вот проблема. Я забыл, как я её закрыл. Тогда все участники по ту сторону решили мне помогать. Начали советами говорить, как открыть дверь. На что вот эта личинка, а по совместительству я, сказала. Ой, всё, я устал. Вы мне надоели, я кушать пошёл. Пока. Тогда ничего не оставалось, как вызвать МЧС. Чтобы по пожарной лестнице залезть на четвёртый этаж и попытаться открыть окно. И МЧСник благополучно через форточку открыл окно, а потом и дверь. И вроде бы всё, конец истории. Ха. Но это ж я. Впоследствии я закрывал эту общагу ещё раз шесть. Для меня это было как часть игры. Я думаю, что... Чего? Я не делал бы этих глупостей, если бы меня можно было чем-то занять. Но в то время даже мультики шли только в определённое время. Да, 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 согласен. Сейчас. Я уже взрослый, но могу спокойно залипнуть в рейд Shadow Legends. Это... Очень интересно. Сколько ещё будет идти реклама-то? Так долго, господи. Удачи. Это... Можете тоже нам писать вот моему менеджеру, он в описании, если хотите купить рекламу. Реклама недорогая. Как впоследствии рассказала моя мама, я был супер упрямым и упертым ребёнком. Если я что-то захотел и решил, повлиять на меня было почти невозможно. Как-то раз я не хотел ехать на поезде, и меня пришлось тащить маминым знакомым. Трём здоровым мужикам. И пока они меня дотащили, я оторвал у них все пуговицы, и сцарапал, и искусал. Если мне нужно... Да, ну это жесть. ...была игрушка, я мог закатить истерику на целый день. Самое интересное, что и сила на меня не особо-то действовала. Если меня начинали бить по жопке, то моя сирена начинала быть только сильнее. Короче, в детстве я устраивал прям настоящий психологический террор. И бороться с этим можно было только хитростью. Пишите в комментариях, какими детьми были вы. Подписывайтесь на мой инстаграм, там... Не, ну добряк, ну знаешь, вот... Если бы у меня сын такой и был... Не, он у меня такой никогда не будет. ...вчего интересного из... Он у меня такой никогда не будет. ...моей жизни, ну и конечно... Я буду его воспитывать хорошо. Конечно, не забывайте про... Все сразу подумали о ремне, да? Нет, бить ребенка ремнем очень плохо. Я его буду бить сланцем. Когда он уже взрослеет. Типа детей нельзя бить в малом возрасте. И на них максимум, что можно, это кричать. А когда им уже исполняется, вот, к примеру, 4 годика там, 5 лет. То тогда можно бить. Но не ремнем. Бить вон, ладошка взяли, ударили по жопе, сказали. Больше так не делать. Если он 25 раз одно и то же сделал. Поняли? Короче, мне очень понравился видос. Потому что здесь я, конечно, себя не увидел. Я в детстве был, знаете, больше напористым. Типа, ну вот представьте, есть горка, да? Как мне папа рассказывал. Ты всегда всех детей спихивал по бокам. И сам садился и катался на эту горку. Когда у кого-то что-то было, ты просто это забирал. Тебе было вообще наплевать на это. А с родителями ты всегда уважительно себя вел. Ну, типа, у меня мама всегда в разъездах была, и папа. Поэтому я практически всегда с бабушкой был. Вот, такой интересный факт вам сказал о себе. Короче, что я могу сказать? Мне очень сильно понравился видос. Это было интересно посмотреть. Понять, какие... Какой добряк был в детстве. Вот. И я могу... Кстати, это фаус-имитатор, наверное. С вас я могу просить только лайк поставить. Подписаться на наш с вами YouTube. Второй канал. Там авторский контент будет выходить. Я прошу вас, потому что это важно. Я стараюсь. И на этот. До новых видосов. Да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok